Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за эту великолепную возможность приближаться в Тебе, к познанию Тебя. Благослови изобильно, сейчас это занятие, 19 занятие, предпоследнее. Благослови, помоги нам разобраться в этих удивительных духовных категориях. Наполни нас покоем, Господь, радостью. Слава Тебе, во имя Твоя Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, у нас с вами сегодня невероятное приключение. И я его назвал, это занятие, очень красивое. Я уверен, что вы сразу же догадаетесь, но тем не менее подскажу. 19 урок называется словами апостола Павла «Почитаю себя счастливым». Итак, в 18 уроке мы с вами рассмотрели, как происходили различные суды над апостолом Павлом и перед Синедрионом, а также перед Феликсом. И Феликс, в конце концов, не дождавшись от него, от апостола Павла, не дождавшись взятки, денег оставляет его своему последователю. Итак, мне хотелось бы напомнить, кто такой был Феликс и кто такой был Фест, который пришел на место Феликса. Это были высшие чины Римской империи, которые находились, курируя какие-то подданные римские земли. А Иудея в то время находилась под властью Римской империи. Римская империя на площади Иудеи и прилегающих областей была особенно озабочена тем, что это были области, где происходили постоянно какие-то волнения религиозного характера. При таких волнениях особенно их беспокоило то, что могли произойти и смертные исходы, то есть убийство и самосуд. Поэтому целью такого губернатора, как Феликс, как Фест, как Фонти и Пилат, они это были очень высокие чины, к ним приходили советоваться и цари Иудеи, и сегодня мы посмотрим на встречу с царем Агриппой, а также и священники. И когда священники, как в случае с апостолом Павлом, хотели предпринять какие-то вещи, то и это были злые планы вплоть до убийства апостола Павла, то они могли это сделать только лишь через то, что должен указание был дать или тысяченачальник, или же правитель над Иудеей, римский правитель. Мы с вами видели на предыдущем занятии о том, как апостол Павел чудесно проводит свою защиту. Сегодня мы с вами увидим еще более изящный метод, который он делал. Во время правления Феликса два года Павел находился в Кесарии. Он находился в замке, скорее всего в охраняемой части, там было несколько тысяч солдат римской империи. И то есть это было защищенное место, и эти евреи Синедрион не посягали на то, чтобы оттуда Павла забрать. Но вот подходило время, когда нужно было Феликсу передать свои полномочия новому губернатору или прокуратору. Смотрите. Итак, 25 глава. Последний стих 25 главы. Во прошествии двух лет на место Феликса поступил порций фест. Феликс желает доставить удовольствие иудеям. Ну, конечно, доставишь удовольствие иудеям, значит, они будут не такие агрессивные и не так проявлять свое недовольство направлением Рима. Удовольствие, желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в заключении. Заключение было такое, что к нему могли приходить его друзья, с ним проводить время, он мог с ними общаться и так далее. Он не был на самом деле арестованным человеком, который бы содержался в тюрьме. 20, это было 24, 25 глава, 19 уровня. Первый стих. Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии, то есть из своей столицы в столицу Иудеи, в Иерусалим. И вот здесь вот первый пункт. Злая память. Два года прошло. С того времени, когда была попытка, чтобы убить Павла. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к Фесту с жалобою на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его, то есть Павла, в Иерусалим и злоумышляли убить его по дороге. То есть, что они делали? Нарушали правила Римской империи. Не судом, потому что суд невозможно было сделать. Уже было понятно, что этот человек не виновен. Его просто хотели убить. Это обозначает снова такой мятеж, который повлек бы большие ужесточения. Итак, злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражу и что он сам скоро отправится туда, то есть в Кесарии. Это они просили его в Иерусалим. Итак, сказал он, второй пункт, предложение Феста. Итак, сказал он, пятый стих, которые из вас могут, пусть пойдут со мною. Итак, он им предлагает, смотрите. Это римское право в то время. Те из вас, кто может, вы можете пойти со мною и обвинять его. Павел. Это ваше право. Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию. И на другой день, сев на судейское место, повелел привезти Павла. Итак, суд Феста. Это третий пункт. Когда Павел явился, стали кругом, пришедшие из Иерусалима. Быстро пришли. И вот теперь внимательно смотрите, что они, какие они обвинения приносят. Принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли, которые не могли доказать. Знакомо? Когда целые страны можно обвинять, как угодно, бездоказательно. Когда люди говорят, да вы посмотрите вот на эти документы, посмотрите. Нет. Это две тысячи лет назад. Мир мало меняется. Итак, но там очень интересный момент, что мир мало меняется, но есть римское право. И Фест является тем, который соблюдает это право. И он предоставляет слово Павла. Итак, тяжкие обвинения не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал апостол Павел. Итак, у него можно было обвинять и нужно было оправдываться. Я не сделал никакого преступления, ни против, смотрите, ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря. Когда мы с вами бываем в миссии, нам очень хорошо нужно знать, что нам нельзя делать в стране. Например, обычно это нельзя наносить ущерб безопасности страны, первое. Второе. Нельзя сеять межрелигиозную рознь. И третье. Нельзя наносить вред людям этой страны, здоровью людей этой страны. Например, вы знаете, что процесс над свидетелями Иеговы был основан на основании третьего пункта. Нанесение вреда здоровью. Здоровью собственных детей. Которым не позволялось по их неправильному истолкованию, не позволяли делать ни переливания, ни какие-то другие эти вещи. Итак, не сделал ничего против закона иудейского. Дальше мы увидим это. Ни против храма, ни против кесаря. Три пункта. Пятая. Ловушка. Фест. Четвертая была защита Павла. Фест, желая сделать угождение, иудеям сказал в ответ Павлу. Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя? То есть, что он делает? Что он хочет сделать? Угодить евреям. И он выбирает замечательную тактику. Они слышат иудеи. Хочешь, я позволю, чтобы ты пошел туда, на суд в Иерусалиме? И теперь, что сделал Павел? Павел сказал, я стою. Итак, это четкость позиции Павла. Шестой пункт. Я стою перед судом кесаревым, где мне и следует быть судимым. То есть, что знает Павел? Закон знает. Фест, конечно же, высокий чиновник. И можно ему, только ли сказать, объяснить тот закон, который он выполняет. И он выполнял. Он же не сказал, я посылаю тебя на суд в Иерусалиме. Он спросил, хочешь? И тогда ответственность с Феста он снял. Сам апостол Павел. «Стою перед судом кесаревым, где мне и следует быть судимым». А. Здесь внутри этого шестого пункта. И тут у нас будет несколько букв. А. «Стою перед судом кесаревым». Не забывайте. Он говорит, где он находится. Б. «Этим судом я должен быть судим». «Иудеев я ничем не обидел». В. «Как и ты хорошо знаешь». Почему он так говорит? Потому что тот, который становился прокуратором, то это был очень грамотный человек. И он уже ездил в Иерусалим, и там ему рассказали все. Кроме того, он знал, и Феликс передал ему так же и предысторию этого дела. Ему трудно было попасть самому в ловушку, но он мог облечь дело так, если хочешь, то давай поезжай. «Ничем иудеев не обидел, как и ты хорошо знаешь». «Как и ты хорошо знаешь» – это Г. Д. «Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то я не отрекаюсь умереть». Это Е. «А если же, если ничего того нет, в чем меня обвиняют вот эти люди, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева. И». Слышите, да? Насколько четко. Дома посмотрите, что написано в Евангелии от Луки в 21 главе с 12 по 15 стихи, где Господь говорит «через того, которого ведут на суд». Когда мы с вами являемся людьми, которые проповедуют Евангелие, это не говорит о том, что мы вообще несведущие или невежды в отношении этого мира. Когда апостол Павел был в Афинах и ждал своих друзей, когда они придут, он изучал обстановку. И когда он пришел на кладбище, он увидел там памятник неизвестному Богу. И через некоторое время он проповедь свою облег. И сейчас мы все также используем эту проповедь, что Бог сотворил все. И теперь только нужно узнать его имя. Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал «Ты потребовал суда Кесарева». Это седьмой план. «Ты потребовал суда Кесарева, к Кесареве отправишься». Восьмое. «Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарии». Давайте похлопаем. Он арестован, находится под стражей в какой-то степени в достаточно большой свободе. А у него, посмотрите, и Фест, и Феликс побывал, и Фест приехал, тысячи начальников он встретил. Теперь, посмотрите, приезжает сам царь Агриппа. Кто это их приводит? Что было сказано на Анании в 9 главе, в 15 стихе, когда Господь говорил, «Да ты не знаешь, кто такой Саум, он мой избранный сосуд, и он будет проповедовать народам и Израилю, а также царям». Это все происходит. Представьте Иосифа. Мы с вами видим Иосифа только лишь внешнее описание. Мы не знаем, фотографии нету, но внешнее описание такое, что когда его видит Патифар, то он видит, что этот человек свободный. Он светит с этой свободой. Эту свободу нельзя у него выбить, нельзя убить его. Потому что этот свободный человек, который совершенно четко понимает, куда, почему он идет, и он видит приближающиеся откровения эти, действительности, что будет такое время, когда и семья придет, и возвеличит Господь народ, частью которого он только-только начинает являться. Мы с вами видим апостола Павла, он свободно. И нападки евреев в Синедрионе, затем при Тысяченачальнике он защищался, потом при Феликсе, здесь при Фесте. Мы с вами видим чудо того, как Бог движет. И кроме того, Он описывает перед нами удивительнейшую историю. Как в те времена, когда был определенный закон, и по этому закону можно было действовать, Он предлагает, чтобы мы с вами знали эти вещи, в которых мы живем. Если мы едем в какую-то страну, нужно знать ограничения. Нужно соблюдать в определенной степени то, что требует государство. Потому что те свободы, которые мы можем иметь, оказывается, их вовсю можно использовать. И это будет использовано на благо несения Евангелия. Итак, Агриппа и Вереника приехали, прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил, смотрите, как молодец, он предложил, чтобы Агриппа решил этот вопрос. Какой у него был вопрос? Ну, требует суда Кесаря, оказывается, чтобы на суд отправить, нужно Кесарю написать письмо. И пояснить, почему он сам, Фест, этот суд не может выполнить. На основании чего нужно выполнять требования, которые имеются у этого заключенного человека. И вот он передает эту ответственность теперь Агриппе. И вот смотрите, какой язык замечательный, высокий. Есть человек здесь, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобою явились первосвященники и старейшины иудейские. Требуя осуждения его, обращаю ваше внимание на очень важный факт, насколько язык, которым люди разговаривали, это просвещенные люди, было очень сложным. Это сложно сочиненное предложение, в котором находятся структуры. Когда мы с вами читаем Евангелие, вы знаете, мы легко его рассказываем. Но чтобы вникнуть в него, нам нужно отследить эти предложения, сложно подчиненное, сложно сочиненное, по которым идут все эти мысли Святого Духа. И мы будем удивлены, насколько в голове у этого апостола все он, воспринимая от Святого Духа, все эти категории закладывал. Я имею в виду и апостол Павел, а также и Лука, который это все пишет. Итак, требуя осуждения его, я отвечал им, говорит Фест, что у римлян нет обыкновения, смотрите какой закон был, у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Как здорово, правда? Можно этот факт достать и сказать, вы знаете, две тысячи лет назад. Вот какие были правила, какое было правило. Я думаю, что сейчас намного выше должно быть. Итак, получит свободу защищаться против обвинения. Здесь римский закон А и Б. Обвинения должны быть, обвинители должны быть и защиты. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привезти того человека. Отпустив его, обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предлагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. То есть, в свод римских законов это никак не входит. Чувствуете, как изящно все сделано Духом Святых? Причем это все истинно и правдиво. Что он говорит? Что сейчас говорит Фест? Евангелие. Он его знает теперь. И оно будет его все время доставать. Через некоторое время вы увидите это. Именно в этих двух главах, это невероятно, что с ним происходит, Фест начинает настолько воспринимать это обостренно, что кричит Павлу «Прекрати!». Давайте мы дальше продвинемся. Итак, о каком-то Иисусе, что умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но, как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражу до тех пор, как пошлю его к Кесарю. Как четко все написано. Как будто бы читаешь нынешнюю прессу, где идет комментарий определенного очень серьезного человека, который знает юриспруденцию, законы и последовательность. Агриппа же, девятый пункт, Агриппа же сказал Фесту, хотел бы я и я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его. Поздравляю. На другой день, десятый пункт, когда Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату, смотрите, с кем они входят, с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. Владимир, кого ты там услышал? Кто находится теперь в этом зале суда? Какие личности? Весь цвет. Кесарий и также царь и его супруга. Смотрите, дальше. И так, они пышно одеты, все великолепно, они хотят, но услышать. Кроме того, я подозреваю, что... Вы знаете, нельзя допускать, что царь или король являются глупышками в их государствах. Такие вещи бывали, но они очень редкие. В основном это люди были просвещенные, которые владели информацией. Почитайте книги Иосифа Флавия, и вы обнаружите, что иудейский народ был настолько грамотен в своих действиях. Они знали, что творится вокруг, даже в других государствах, потому что интриги были по всей империи. И вот эти пришли. Почему они должны прийти вот так пышно одеты? Ваше предположение? Потому что защищал Павла Бог. Хорошо. Замечательно. И они почувствовали, что это надо быть как бы ближе. Очень хорошо. Да, да, давайте еще. Показать, на чьей стороне будет... Сила. Сила. Хорошо, еще есть мнение? Итак, Нина Константиновна говорит, что у них уже появилось понимание присутствия Бога там. Я склоняюсь к этому мнению. Если вы посмотрите на то, как приходят в церковь, то те, которые впервые приходят, то они одеваются самая чистенькая. Даже вот когда мы были в Исмаилах, в горном селении, и в наш лагерь палаточный среди леса, когда узнали, кто мы, что мы церковь, и вот мы приглашаем на служение, люди приходили. И они все, все такие кофточки у дам были, беленькие, все там разные украшения и так далее. Один парень, молодой человек, он пришел, у него был вычищенный до блеска один ботинок и сандаль старый. Ну, не было у него второго ботинка, да? Но этот человек, который пришел, готовясь, и те, которые были во времена Иисуса, знали, какие вещи тот говорил, знали, какие суды над ним прошли, знали, что Понти Пилат написал над головой креста, какое оповещение сей есть. Иисус Христос, царь иудейский. И вот они пришли, и для них это, с одной стороны, можно было бы сказать, они встретятся с каким-то очень интересным человеком. А с другой стороны, это и было ожидание какое-то, и они хотели этого ожидания услышать. Смотрите. Почему? Я не имею ничего верного написать о нем государю. Вы слышите речь? Это говорит государственный муж. Я слышу это. И нотки, и выступления перед царем, да? Поэтому привел его перед вами, и особенно пред тобою, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать, ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него. Следующая глава, 26-я, 11-й пункт. Защита Павла. Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. Павел, простевший руку, стал говорить в свою защиту. Слушайте внимательно речь. Царь Агриппа. Почитаю себя счастливым. Какая красота. Преступник, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем меня обвиняют иудеи. Почему счастливым? Потому что царь. Царь, так. Потому что так? Довелось ему засвидеть. Конечно, он же об этом знал. Для него это праздник. Господи, ты сказал, что такое будет. И вот я смотрю, Агриппа пришел. Меня здесь держат в заточении. И вдруг, с какой-то стати, Агриппа пришел, и я стою перед ним. Ты так и сказал. Смотрите. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Поэтому прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь. И вот он описывает свою жизнь. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они все знают, какой он был. А он был самым выдающимся молодым, подающим надежды членом Синедриона. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, построжайшему в нашем вероисповедании учению. Итак, это А был под пункт. Б. Нет, Б. Это вот он говорит сейчас. Они могут свидетельствовать, кем он был. В. И ныне я стою перед судом, за что? За надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам. Вы представляете, что он говорит? Я верю в то, что они верят. Они верят в то, что я верю. Только я верю, что он уже пришел, а они не верят в это. Как коллизия. И кого теперь решать, что он прав, что он не прав? Это вопросы веры и вопросы тех пророчек. И он дальше. Г. За надежд... Меня... Я стою перед судом, за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам. Г. Которого исполнения надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. Д. За эту-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Е. Что же? Неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Это все такие вопросы, вопросы, касающиеся веры. И эти вопросы он адресует также и к тому, что верили фарисеи. Они верили в воскрешение мертвых. Ж. Правда, и я думал... Итак, он бросает здесь им вызов. Неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. З. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице. Первое. Второе. И когда их убивали, я подавал зато голос. Третье. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. И в чрезмерной против них четвертой ярости преследовал даже в чужих городах. Пятое. Для этого, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, шестое. Среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мной. Седьмое. Все мы упали на землю, и я услышал голос. Восьмое. Этот голос говорил мне на еврейском языке. Савл, Савл, что ты гонишь меня? Девятое. Трудно тебе идти против вражна. Трудно тебе идти против моего указания, на которое я тебя все время ставлю. На этот путь и все время ты с него срываешься. И если так... Десятое. Я сказал, кто ты, Господи? Одиннадцатый. Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Двенадцатый. Но встань и встань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебя, тебе. Кому он говорит это? О гриппе. И всем ты сидящим там, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я тебя посылаю. Везде я тебя сохраню. И иудеи на тебя будут нападать, и язычники. И вот я так и представил себя, что я фест, и я царь. Я слышу то, что говорится. И фест, и царь сталкивались с этими вопросами жизни и смерти во множестве. И каждого человека этот вопрос мучает. Каждый ныне живущий сейчас атеист, он не понимает, он знает, что там что-то его ожидает. Столько много слухов всяких. Коммунисты во время Советского Союза слушали, что говорят о Боге. Коммунисты-мусульмане исповедовали Аллах. Приходили к себе домой и молились. Это является антропологическим доказательством, что Бог есть, потому что есть чрезвычайно страшная вещь – это смерть. Избавляя тебя, и дальше он говорит. Я так, открывать глаза им, чтобы, кому он говорит это, о гриппе и всем остальным. То есть, я на это был послан, чтобы вам всем глаза открыть, чтобы вы обратились, но он говорит, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И веруя в меня, в Иисуса, получили прощение грехов и жребий с освященным. Да перед ним кто сидят? Высокопоставленные грешники. Эта проповедь настолько режет их слух. Он говорит косвенно о тех, а сидят точно такие же. Смотрите. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской, и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до этого дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что будет. То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Двенадцатый пункт. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, безумствуешь. Коснулось, да? Да так коснулось, да там вообще. Здесь царь сидит, Агриппа, перед которым он поставил его, и вдруг он слышит, и каждый из нас, когда слышали Евангелие, мы понимали, что это и к нам оно обращено. Да ты безумствуешь, Павел, большая ученость доводит тебя до чего? До сумасшествия. А я так думал, что слова, которые, Павел, ты говоришь ему, они его сводят с ума. Потому что это его жизнь. Это колоссальнейший вызов. Вот для чего нужно было свидетельствовать от Бога Павлу, когда он стоит перед всеми, перед язычниками, перед иудеями. А что они делали? А что иудеи делали? Услышали те же самые пророчества об их выполнении, что и рвали на себе одежду, и пыль бросали, и плевались, и что угодно. Почему? Да потому что они ожидали по-своему, забывая, что столько раз точно так же делали и с пророками предшественники их. И тринадцатый ответ. Нет, достопочтенный Фест, сказал он, я не безумствую, но говорю слова истинные и здраво-восмысленные. И еще больше он здесь на него нападает, да? Ибо знает об этом царь, перед которым, говорю смело, царь молчит, парализованно. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-либо из этого скрыто, ибо это не в углу происходило. Четырнадцатый. И вот он поворачивается теперь, раз к Агриппе, то Фест перед ним, да, сказал, замолчи, да? А он тут поворачивается к Агриппе. Веришь ли царь Агриппа пророкам? Знаю, что веришь, подсказывает ему. Агриппа сказал Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином, почти уже сделала христианином. Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз. Все попали. Вот это чудо евангелизации. Да. Ой, у меня было нечто такое в Чарджоу, когда попросили... Так, ну ладно, это я в следующий раз расскажу. Когда он сказал это, царь и правитель Вереника и сидевшие с ними встали, и отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. Вы чувствуете, как Дух Святой работает? Это удивительно. Они уже на его стороне. Они не могут это еще сказать. И сказал Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у Кесаря. Поэтому решился правитель послать его к Кесарю. Давайте похлопаем. Чудо. Где бы вы ни были, вовремя и не вовремя, встаете и говорите Евангелие. Это наша защита. Каждый человек, кто находится перед нами, какой бы он суровый, какого бы он там статуса не был, вы знаете, он грешник, которому нужны слова Евангелия. Ему нужны слова Евангелия. И может нашему человеку втайне показаться, что не вовремя. 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 Аминь. Следующее у нас будет последнее занятие, 20-е. И оно будет называться «Бог даровал тебе всех плывущих с тобой». Отец наш Небесный, благослови эти слова, которые мы услышали. Благодарим тебя за эту удивительную победу, которую ты дал нам. Ты победил нас своей любовью. Ты ведешь нас своей любовью. И ты все совершаешь. И мы это видим и свидетельствуем об этом. Славься Бог наш. Распусти нас с миром. Во имя Твое Иисус Христос мы молимся и просим. Аминь. Спасибо. Аминь.